Первая попытка, и не попытка, а это начало большой работы по установлению исторической правды. Попытки, которые были, как мы их назвали до этого, это были, на мой взгляд, акты такого, я буду говорить очень резко, но это правда. Раскопали могилы, раскопали захоронения, собрали все в мешки, положили в контейнер и самое главное, что потратили бюджетные средства. Мы не нашли никаких подтверждений, никаких документальных отчетов о проведении данной той работы. Сегодня совершенно другое. Здесь работали волонтеры, но это профессионалы своего дела. Все организации лицензированные имеют на это разрешение государственных органов власти. Вся наша работа документировалась на камеры. У нас сейчас имеется тома отчетов по проделанной работе. Мы обнаружили здесь 32, пока обнаружили здесь 32 могилы массового захоронения. Мы обнаружили элементы, фрагменты человеческих тел. Черепа, которые обнаружили, были с характерными дырками в тыльной затылочной части черепа. Что позволяет нам делать выводы о том, что это не только место массового захоронения, что это было место преступления, место массовых расстрелов. Я узнала впервые об этом месте от немецкого консула, почетного немецкого консула в Одессе. И, конечно же, я поняла, что это место не имеет правового отношения к той ситуации, когда немцы являются исключительно теми, кто совершал подобные преступления. Но для меня было важно также, что я сюда пришла как к немецким жертвам, которые жертвы не просто немцы же самих, а режима. Для любой жертвы всегда важно, чтобы они помнили, чтобы ей вернули ее имя, и чтобы она имела то последнее место упокоения, которое достойно человека. И там, где можно прийти и помянуть любую жертву. И если мы уже готовы прийти сюда с открытым сердцем, открытыми глазами региона, и признавать свои ошибки, то мы также должны понимать, что формулировка, которая дана была американскими историками, что эти территории называются как кровавые земли, абсолютно соответствует действительности, к сожалению. Украина, которая долгие годы находилась между двумя большими империями, с одной стороны это была Советская империя, с другой стороны это была Немецкая империя. Для нее всегда, как для земли, где происходили волны терроров, это был и Голодомор, это был и советский террор, и сталинский режим, это и умышленное уничтожение евреев по национальному признаку, и возвращение снова же советской власти, которая продолжила этот террор. Поэтому, конечно, для Украины это не пустой звук, и то, что здесь происходило, это очень больно, и, к сожалению, это историческая страница. Сейчас Украина находится на том этапе, когда она открывает себя Европе, Германии, которая ничего об Украине не знала, и, соответственно, на этом историческом этапе очень важно нам узнавать, что же это за страна, и понимать, что здесь были очень трагические страницы, и эту историю надо знать, и нельзя забывать. Мы привыкли, что міськую владу, самоврядувание завжди оценивают с точки зрения тепла, чи вивезено смятя, дети в школу вчасно пішли, медицина працюет. Но в целом свете влада ценует честь за то, как она относится до своего культурного спадка и до своей истории. И мы видим, какие большие интересы международной спальностью, проекты, которые мы взялись реализовывать в последний час. Это и сквер против забытья, это и раскопки на шестом километре, и расстрелы сталинских. Это очень большая уважа. То есть, ценности, в частности, в заходе, это на первом месте, потому что они понимают, что от этого все другое идет, какие ценности, какие гуманитарные цели поставила перед собой міськая влада. Власне говоря, что такая будет и качество ее политики. Это, возможно, высокая материя, но, как мы видим, так и працюет Захид. В наших реалях, при сечном нашему громадянину, власти, там, тяжело понимать, которые пытаются сейчас прогодовать свою семью, платить тарифы. Важно понять, почему такой акцент на таких гуманитарных ценностях, но действительно так будет и современный мир. И мы действительно будем это делать не для них, но для нас самих, потому что это наша история, тут поховані наши предки, расстреляны, в частности, те семьи, которые потеряли своих родителей, просто родных, они должны знать прозвища тех людей, которые таким образом погибли. И это очень важный исторический урок, и мы это переживаем сегодня. Вы видите, насколько нестабильная политическая ситуация и в нашей стране, и в целом, в мире. Это такой урок, который мы должны помнить всегда. Жорсткие авторитарные, тоталитарные режимы, они нещадные для своих граждан, в первую очередь, для своих собственных граждан. Мы это всегда должны помнить, когда мы идем на выборы, в частности, голосуем за місцевую или центральную владу. Ци уроки мы должны помнить. Именно поэтому мы сегодня здесь, именно поэтому мы сегодня здесь, поэтому такая большая уважа до этих захоронений наших международных партнеров. Я надеюсь, что спальными, с усиленными, за их поддержкой, а сегодня не только немецкие наши партнеры, польские партнеры, американские партнеры, намагаются и цикавляться, и скажут нам, мы можем допомогать, мы будем допомогать.